Это оно, это оно, мои орлы! Две тысячи лайков! На самом деле, я не знаю, собрались они или нет, но я делаю большую ставку, что да. Если да, то я вас люблю, если нет, то... Да чёрт, я не верю, что может быть нет, я не верю. Просто я уехал, это видео снято заранее, поэтому... Оно... Первое, оно короткое, второе... Ну, то есть, ещё короче, чем 25 минут. Второе... Держите сердце, я вас люблю, ребят. Просто я хотел вас радовать новым видео по Exit Music каждый день. И я понимал, снимая это видео, ну, понимаю сейчас, что если я сделаю длинное видео, я просто, ну, я не успею сделать к отъезду. То есть, два видео. Окей, что будет происходить дальше, ребята? Что будет происходить? Я не буду просить определённое количество лайков под этим видео. Сколько наберёт, столько наберёт. Чем больше, тем лучше. И, ребят, я просто вот, я охуеваю с вас. Я охуеваю с того, какая у меня классная аудитория. В общем, ребят, я вас люблю. Просто вас обожаю. И... Чёрт возьми. 2019 год. Я чувствовал, что это будет лучший год в моей жизни. Но... Я думал, что может мне кажется. Теперь я понял, мне не кажется. Так и есть. Завернув за угол, я увидел его. Её отец стоял на балконе, где я впервые подслушал его разговоры. Я представляю Дио Бранда из Жожи, который... А, его вставили в одном из модов. Давно ещё весной, когда мы играли. Он курил сигаретку и делал долгие затяжки. Я не мог сказать точно, пытается ли он так избавиться от стресса. Но у меня было такое чувство, будто моё сердце сейчас выбрыгнет из груди. Я не могу сразиться с ним один на один. Не сейчас. Он убьёт меня. Нихрена себе страсти! Папка может убить ухажёра дочери. Я вот... Серьёзно, я вот и не верю. Это пиздец. Это дичь какая-то. Это тупо пиздец. Мне нужно подождать, пока он съебёт. Я ушёл налево и завёл песнь, как кот учёный. И решил вернуться домой. Так, что же может пойти не так теперь? Это вопрос, который останется в моём какао, ребят. То я обычно по вечерам я пью гейский кофе, но в этот раз у меня кончился сахар, поэтому я пью сасао. A little bit of sasao will make my penis strong. Спустя короткий миг передо мной встал мой родной дом. Я пошёл к себе в спальню. Блин, дом такой одинокий. Без нацуки здесь вообще пиздец будет. Просто ад. Пока я раздевал орла, я заметил пятна от крови на рукавах моего пиджака. Она снова пыталась. Кажется, что всё сейчас во мне разорвётся. И всё из-за того, что её забрали у меня. Я обрал свой пиджак как можно дальше. Втайне я хотел сжечь его, при этом предварительно обоссав. Поскольку мне некуда было спустить всю свою ярость, я стукнул колоком по столу, отчего всё содержимое полок вывалилось на стол. На полу оказался томик ванильных баб и какие-то бумаги. Взглянув на мангу, я заметил слово на одной из страниц. Герой. Я осторожно положил стих на стол и оделся как можно скорее. Я решил поискать себя дома. Что-нибудь для самообороны в случае, если я всё-таки столкнусь с её батей. Ничего, кроме кухонных ножей Самура. От Покашеварим. Если меня заметят с ними на улице, я в мэр. Я решил пойти с голыми руками. Серьёзно? То есть, я пойду воевать с её... Что происходит? Просто, понимаете, мод был таким скучным вначале, а теперь просто ад какой-то начинается. Я пошёл к входной двери, но заметил, что шкаф прихожей был открыт. Я хотел закрыть его по привычке, но увидел пиджак на суки и шарф, который я ей купил. И я могу сказать точно, что не даёт мне покоя. Это ярость, направленная в сторону её отца. Или беспокойство, вызванное тем, что она творила прошлой ночью. Или пустота, которая осталась после того, как её забрали у меня. Слушай, а вдруг я случайно убью её отца? Кажется, что она преувеличила, и отец-то на самом деле хороший парень. Но просто мы этого не знали. Я захлопнул дверь к шкафу и выбежал из своего жилища. Из своего жилого помещения. Что могло пойти не так? Неясно. Я увидел дом нацистской суки. Я пересрал бежать и стал идти. На мне не была одета одежда для пробежки. Я понял, что человек, который бежит в футболке с длинными рукавами и в джинсах, выглядит довольно необычно. Нет, ну слушай, каждый дрочит, как он хочет. И бегает тоже, как он хочет. Я отошёл от ворот её дома. Я заметил припаркованную дороге автомобиль её бацки. Я продолжил идти по её улице и прошёл через ватсап. Я заметил на улице автобусную останивку со скамейкой. Я посижу здесь, пока не услышу рёв мотора, исходящего из его автомобиля. Автомобиль – мощное транспортное средство. Говорит нам Википедия. Я смогу услышать очень грёмкий рёв двигателя за километр. Просто какой-то, я не понимаю, какой-то кот. Я играю за кота, который услышит рёв двигателя за километр. Я провёл время на своём мобильном смартфоне Apple iPhone X. Я сидел здесь уже полчаса, а она всё ещё сидела там. Мне нужно попить водки. Мой язык уже как наждачная бумага. Я потянулся и встал со скамейки, после чего забежал в ближайший магазин за баночкой вискаря. Джек Дэниелс Медовый. И нашрался. Ну, кжай бегал, почувствовав в себе силу и свежесть. Эээ, ты только делаешь глоток, а у тебя уже поднимается твоя сосисочка. Как там было в рекламе? По-моему, именно так, вот как я сейчас спел. У-у-у, святой источник! А-а-а, как взбодрило! Почувствовав в себе силу с кавказских гор, я пошёл к дому Нацуки. Этот автомобиль так и не сдвинулся с места. Я приду за тобой, Нацуки, обещаю. Что могло пойти не так? Я снова прошёл через квартал, но на этот раз я сел на автобусной остановке на её улице. Я сидел и не двигался. Мой взгляд был обращён на врата у её дома. Мою засляточность сорвала рука на моём плече, отчего я вскочил на ноги. Блин, Натчлен, что ты здесь делаешь? Постой, Моника? Так, я ещё и с ней буду трахаться? Или она не будет пытаться менять? Слушай, самый адекватный персонаж этого мода, на самом деле. Я... Это личная, Моника, сорян. А что ты здесь делаешь? Я просто хотела проведать Нацуку. Юрий рассказал о Саюре мне, что вы двое расстались. Я оставилась около твоего дома, но тебя там не было. Мы не расстались, Моника. Её отец забрал её у меня после того, как я отвёз её в больничку. И поэтому ты просто сидишь здесь и смотришь на её дом? И почему она попала в больничку? Она... Я подавился собственными словами. Судя по выражению лица Моники, она понимала, что я пытался сказать. Это всё из-за Юри? Я кивнул. Мне кажется, она не восприняла это всё всерьёз. Почему ты просто не постучишь в дверь и не попроще заглянуть к ней в гости? Я не могу это сделать. Да и ты тоже. Я не смогу тебе это объяснить. Но если ты постучишься в ту дверь, Нацуки может пострадать в очередной раз. Слушай, ну я не верю. А, она не знает. Ну, слушай, я не верю, что всё может быть так плохо, ребят. Каковы ваши ставки? Он всё может быть так плохо или всё ещё не так плохо. В смысле в очередной раз? Её отец, он... Он? Ой, господи. Я понимаю, Длинначлен. Хочешь, я составлю тебе компанию, пока ты ждёшь? Думаю, это неплохая идея, Моника. Интересно, чего я... А, я жду-ка её. Блин, мне кажется, она мне не верит. Но ты, наверное, должна идти туда, куда хотела. Время уже позднее. Ладно, Длинначлен. Дай знать, если тебе что-нибудь понадобится. Хорошо? Да, блин, почему он не дал Монике составить? Ну, хотя, да, если бы нацуки меня ещё и с Моникой увидел, она бы подумала, что я настоящий бубник. И всё прям очень плохо. Просто позвони мне, позвони. Я кивнул и слабо улыбнул ей орла, после чего она встала и ушла на юх. На юх ушла, на юх. У-у-у, сука. Так, интересно, он когда-нибудь уйдёт? Наконец-то я услышал, как завёлся мотор. И фары начали освещать дорогу. Я представляю, как в клипе Рамштайна вот идёт музыка, нет, музыка Рамштайна и фильм Mad Max. И там рёв мотора, машина дребезжит и заводится, и выпрыгивает из гаража с какого-то обрыва. Я что-то такое себе представил. Просто ГГ так говорит о машине отца нацуки, как будто там реально Тарантайка из безумного Макса. Наконец-то я услышал, как завёлся двигатель, и фары начали освещать дорогу. Это мой шанс. Врата открылись. Врата Мордора открылись, а Саурон был не дома, позволив автомобилю выехать на трассу. Я никого не увидел на пассажирском сидении. Возможно, она всё ещё дома. Слушай, судя по горящим окнам, по-моему, таки да. Я забежал в её домище, а мне надо действовать быстро. Поскольку, не знаю, как надолго он будет отсутствовать. Да минимум час, слушай. Ну, человек не сядет в машину, чтобы проехаться до ближайшего магнита и купить себе там сахар и молоко. И печенье. Ну, явно нет. Ставлю на то, что она сидит у себя в комнате, как и в прошлый раз. Так что я просто возьму её и отведу в полицейский участок. Мне на это мало времени уйдёт. Так, не может больше продолжаться. Я не допущу этого. Слушай, мне кажется, сейчас будут два варианта. Или она там умерла. Или она... Или придёт отец нацуки и даст мне бзды. Или... Или ещё есть. Ещё есть варианты, ребят. Я не кончил. Ещё варианты. Она не будет рада меня видеть. Заметим, что стучать бесполезно, поскольку она не отвечает. Я взял себя в руки и бросил камень в окно дверистик. Но разбилась. Ой, блин. Я знал, какие неприятности. Меня ждут, если её ответят. Заметят такое. Но мне было всё равно. Представьте, в итоге папка скажет, что я мог всё это время просто постучать. Представьте, вот такую. Такое вот. Это был бы... Пи-и-и. Пи-пи-и. Пи-пи-пи. Мышка. Но мне было всё равно. Я просунул свою правую лапу через окно и открыл дверь снаружи. Она открыл и со скрипом. После чего я заскочил внутрь и захлопнул её за собой. Оглядываясь по дому, я нигде не мог её найти. Скорее всего, она у себя в комнате. О май гад. Что будет дальше? Я почти что бежал вверх по лестнице и кричал ее имя. Нацуки! Это я! Я заметил, что остатки от дверной рамы пропали. На их месте был свободный вход в комнату ее отца. Любопытство захлестнуло, и я решил заглянуть туда. В комнате ее отца стоял еще больше беспорядок, чем у нее за все это время. Буфет был открыт на распашку, одежда валялась по полу. Ящики в столе торчали наружу, и их содержимое было разлито. Контейнеры из пастфастфуда усеяли кровать. Я решил потрогать один, все еще теплый. Получается, он оставил все это перед тем, как уйти? Вернувшись в дверь Нацуки, я чуть было не наступил на то, что было похоже на ее обувь. Она была разбросана по коридору. Я вспомнил, что она говорила мне о том, что надо стучать, и что произошло, когда я не постучал. Ради собственной безопасности я постучал в дверь несколько раз. Нацуки? Это я? Ничего. Ай, да и хрен с ним. Нацуки? Нет. Нет! Это... Я не... Меня здесь нет. Это мне произошло, это... Какого хуя? Все мое тело стало холодным, кажется, мое сердце перестало стучать. Я упал на колени. Она... Она не могла. Нацуки! Она ушла. Единственная девушка, которую я так сильно любил. Ее забрали у меня. Я хотел закричать, но не мог издать ни звука. Меня почти настигло сильное желание проблеваться. Но мои вскрипывания сдерживали желчь в моем горле. Мне было трудно дышать. Я почти даже ничего не видел. От слез у меня все попыло перед глазами. Э-э-э! Я не мог даже сказать ее имя. Она все время застревала у меня где-то в районе паха. Я подошел к ней и осторожно взял ее за руку. Они были вялые, безжизненные, холодные. Я убрал свою руку. Я любил ее, но я не мог спасти ее. Я еще никогда не чувствовал себя настолько слабым. И как бы я ни старался, я не смог даже заставить себя встать. Все чувства, кроме абсолютного страха, покинули меня. И я больше не могу на нее смотреть. Я закрыл свои глаза и попытался заполнить свой разум воспоминаниями о ней. Счастливые мысли, счастливые мысли, счастливые мысли. Ставь лайки, если жалко на цуку. Смерть! Сейчас еще и Сайори вскроется, и будет пизда. Слышали, кто-то плакал. Или это мое воображение? Видимо, проходят дни. И я плачу, лежа где-то у себя в комнате. В районе паласов. Проходят дни. И я продолжаю рыдать. Уже два дня, ребят, плачу без остановки. Два дня я плакал. Я плакал. Звал маму, папу, всех звал. Звал Сайори, звал Юри, звал Монику. Нет, Юрия не звал, потому что я ебанутая. Но хотя позвать хотелось. То есть проходили дни напролет. Дни и ночи. Анацуки все не воскресала из мертвых. Хотя я надеялся, что точка респауна будет у меня в комнате. Воскресенье. Повка мода, конечно. Тук. Тук. Они не прекратятся, пока я не отвечу. Я медленно встал с кровати и спустился вниз по лестнице. Интересно, как можно услышать на втором этаже в своей комнате, как кто-то стучится в дверь. Дойдя до двери, я открыл ее. Снаружи стояла Моника, а позади нее Юрия и Сайори. Твою мать! А, ну понятно. То есть нет, это та же одежда, что у них была, только ее перекрасили. Слушай, а им идиот. Они все смотрели на меня. Длина член. И не пытайтесь. Я не хочу знать. Ты пропустил. Похороны для длина член. Они были сегодня. Я... Что? Я правда не знал. Похороны на суке. Мой единственный шанс повидаться с ней и попрощаться. Сгин. Блин, ты ее видел? Повешенной. Достаточно. Я, 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 я на минутку. Я подащил себя на кухню и успел проблеваться в мусорное ведро. Я просто пиздец какой безнадежный. Не смог даже прийти на похороны девушки, которую я любил. Не смог даже встать с кровати, поднять свой писюн. Не смог даже спасти ее. Я чмо, тварь, мразь. Длина член. Я вытер свой рот рукавом и закрыл крышку мусорного ведра, из которого воняло сперма и блевотиной. Мне очень жаль. За что? За то, что ты прошел через это. За все то, что ты увидел. Я ушел от нее вверх по лестнице, к себе в комнату. Кстати, вот самый, наверное, мод, в котором нет вообще никакой магии, глюков, багов. В плане, ну, таких, что Моника там захватывает игровой мир. Здесь прям все дико реалистично, но при этом очень крутой мод. Прям огонь, огонь, пламя. Я услышал, как они побежали за мной. Ты знаешь, что мы всегда будем с тобой в клубе? Ты идешь? Мне нужно вернуться туда. Я знаю, что должен. Нацукин наверняка хотел бы, чтобы я пошел. Я не могу подвести ее в очередной раз. Пожалуй. Ну, мы на данный момент, мы откладываем мероприятие клуба. Там будет место для разговоров на несколько дней. Согласен с этим? Я кивнул. Сайори неуклюже болталась, на ее глазах появились слезы. Я понял, что она хочет что-то сказать. Сайори! Сайори побежала ко мне и крепко обняла меня! Я отпрянул. Чуть было не блеванул. Она начала плакать мне в плечо. Ты начнет, я очень жаль. Я робко погладил ее по спине, дабы успокоить ее орла. Но это не помогло. Орел быковал. В комнате было слышно только всхлип из Сайори. Наконец, она отпустила меня и вытерла свое личико. Его арестовали. Судя по всему, за все это он сделал... За все то, что он сделал с ней. Ты не виноват в этом. Ты ничего не мог поделать. Ничего не мог поделать. Я ничего, блядь, не мог поделать. Я мог бы сделать столько всего. Я мог бы остаться вместе с ней в больничке. Я мог бы утешить ее там. Я мог бы раз за разом говорить ей, что я люблю ее. Я мог бы убедить ее сходить в участок. И если бы она смогла, то она была бы свободна от него. Она была бы в безопасности. Она была бы счастлива. Но сейчас она никогда не сможет. И я тоже. Я почувствовал, как у меня на глазах снова появились слизы. Мне нужно избавиться от этого. Мне нужна помощь. Мне нужен сон. Мне нужна... Мне нужна Нацуки. Мне нужно быть с ней. Мне нужно длиночлен. Не надо. Вы все, пожалуйста, просто уходите. Убирайтесь. Я приду в клуб завтра. Мне нужно немного побыть одному. Юрия хотела стоять на своем, но я посмотрел на нее стеклянными глазами персонажа из Fallout 3 Гуля. Она не отступала. Ну, прости, длиночлен, но... Юрия, пошли. Длиночлен хочет побыть один. Моника, ты не можешь говорить мне, что делать. И ему явно надо с кем-то поговорить. Я знаю, как помочь ему. Юрия, он просто хочет побыть один. Неужели это так трудно понять? Он сам не знает, чего хочет. А ты типа знаешь? Юрия набросилась на Монику. Она с Юрием встала между ними и пыталась вернуть спокойную атмосферу. Прекратите! Я точно знаю, что ему нужно. Ты ничего не знаешь, Юрия! Нацуки ушла, и ты теперь хочешь напасть и взять его, пока он уязвимый. Девчата, прекратите! Я видела фотографии, которые ты отправляла ему. Ты омерзительна! У меня закружилась голова. Я не мог сосредоточиться. Прислонившись к стене, я сел на пол и устава наблюдал за схваткой. Да как ты смеешь? Как сильно надо... Юрия упала на колени. Она была озадачена. Блин, Моника дала ей пизды! Вот это армрестлинг! Тупо ММА! И пока кулак Моники все еще висел в воздухе, все обратили на нее внимание. Блин, Моника персонаж ММА. Представьте, вот вы играете в какой-нибудь WWE, там маньяк такой выскакивает. И такая... Как вы думаете, вот если бы был бой, ребята, Конор, МакГрегор и Моника, на кого бы вы ставили? Я бы сто процентов ставил на Монику, потому что я не олень. Я бычок. О, господи! Юрия, прости. Юрия смогла встать на ноги. Она презирающе посмотрела на Монику и начала подходить к ней. Но вместо того, чтобы подойти к ней, она отпихнула ее в сторону и вышла за дверь. У меня нет слов. Юрия, рыдая, тоже убежала. Догнать ее или уйти. Я хэзэ. Моника, оставшись наедине со мной, начала что-то бормотать. Я не должна была простить для ночлен. Уходя последней, Моника захлопнула дверь за собой. И я снова остался наедине со своими мыслями. Пожалуй, я должен провести это время с пользой.